Оля, чикусы, чикас! А у нас с вами сегодня разница между muy, очень, и mucho, очень. Какая здесь разница, если они переводятся одинаково? А разница-то есть, поэтому я и сняла для вас это видео. Тетрадки, ручки и manos a la obra, и за работу! Погнали разбираться! Muy переводится как очень. Muy всегда употребляется с прилагательным или наречием, и никогда не меняется. То есть не меняет никогда своё окончание. Muy и всё, никак не меняется. Смотрите примеры. Переводите. Мой дом есть очень высокий. Alta – высокий, не alto, потому что mi casa, la casa – женский род. Поэтому alta – высокая. Muy alta, alta – прилагательный. Далее. Vivimos muy bien. Мы живём muy bien. Muy bien – очень хорошо. Мы живём. Влагол vivir. Почему же здесь muy bien? А потому что bien – это наречие. Поэтому здесь мы используем muy. И номер трез. Hace muy buen o hace muy mal tiempo. Сегодня очень хорошее, либо плохая tiempo. Это как переводится. Темпо у нас и время, и погода. Сегодня хорошая, buen – хорошая, либо mal – плохая погода. Кстати, видео про погоду у меня тоже есть. Обязательно после этого видео его посмотрите. Но chicos и chicos не так всё просто. Также есть и исключения. Давайте-ка посмотрим. Смотрите. Bueno – это хороший. А чтобы нас с вами сравнить кого-то с кем-то, мы с вами будем использовать другое прилагательное. Это mejor, лучше, лучше. Либо malo – это плохой человек. А peor – это хуже, либо худший. Например, Juana canta mejor, o peor, que yo. Juana поёт лучше, mejor, да, не bueno, а mejor, лучше, либо peor, хуже, чем я. Или grande – большой, mayor – больший, старший, пожилой, либо pequeño – маленький. И menor – меньше, младший, несовершеннолетний. Смотрим пример. Mi hermana es tres años menor, либо mayor, que yo. Моя сестра есть на три года menor, младше, либо mayor, чем я. Здесь мы используем с вами сравнительную степень. Она есть на три года старше, либо младше меня. Напишите мне обязательно в комментариях ваши примеры с этими mayor, peor, mejor, menor, чтобы я поняла, что вы разобрались с этим или нет, или нужно будет ещё разжевать. И смотрите, внизу пример. El es mucho mejor, que yo. Он есть намного лучше, да, поэтому здесь исключение. Mucho mejor, que yo. Он намного лучше, чем я. Не muy используем с этими прилагателями. Mejor, peor, mayor, menor. Здесь мы будем с ним использовать. Mucho, ni, muy. Продолжаем. Переходим как раз-таки к mucho. Смотрите, mucho может меняться. Mucha, muchos, muchas. Очень и много. Чикусы, чикусы. Обязательно после этого видео посмотрите видео с практикой. Мы сами попрактикуемся, посмотрим, насколько вы хорошо уловили эту тему. Ну, а пока записываем эту тему и потом уже к практике. Значит, смотрите. Оно у нас переводится как очень или как много. И употребляется с существительными и глаголами. Mucho с существительными и глаголами. A mucho с прилагательными и наречиями. Не путаем. Mucho с прилагательными и наречиями. Mucho с существительными и глаголами. Смотрите. Mucho перед существительным ставим, либо mucho ставим после глагола. Примеры. Uewe. Что такое Uewe? Такой глагол. Кто смотрел мое видео про погоду, тот знает. ЮЭВА – это идёт дождь, либо НЕВА – идёт снег. ЮЭВА – значит, идёт дождь мучо, идёт дождь сильный, много дождя, либо НЕВА – идёт снегопад, снега идёт много. ЮЭВА – глагол, ЮЭВА – это два глагола, поэтому мучо идёт после глагола. И второй пример – hace mucho calor, либо hace mucho frío. Калор и фрио – это существительное, поэтому мучо мы ставим перед существительным. Смотрим ещё пример. ЭН ЛАКАЕ АЙ МУЧА, либо ПОКА. Кстати, про ПОКА мы тоже с вами чуть позже поговорим, так что не переключайтесь. ЭН ЛАКАЕ АЙ МУЧА ГЕНТЕ. Почему мучо? Потому что ЛА ГЕНТЕ. ГЕНТЕ – нет такого слова. В некоторых книжках, конечно, пишут во множественном числе, но не надо так запоминать. ГЕНТЕ – это единственное число. МУЧА – женский род. МУЧА ГЕНТЕ, либо ПОКА – МАЛА ГЕНТЕ. На улице есть мало, либо много людей. ЭН ЛАКАЕ АЙ МУЧОС КОЧЕС. МУЧОС, потому что ЛОС КОЧЕС – мужской род. ЭЛ КОЧЕ. У неё есть много машин. МИ БЕФИНА – МОЯ КТО. БЕФИНА – это КТО? Соседка. МИ БЕФИНА ТЕНЕ МУЧАС КАСАС. Почему МУЧАС? Потому что ЛАС КАСАС – женский род. Видите, я выделила жирным существительным. ГЕНТЕ – КОЧЕС КАСАС. И АНА КЕРЕ МУЧО А СУЕЙ ЭРМАННА. АНА ЛЮБИТ СИЛЬНО МНОГО СВОЮ СЕСТРУ. А обязательно здесь нужен предлог. Потому что КОГО? КОГО? СВОЮ СЕСТРУ. АНА КЕРЕ, да? То есть у нас идёт МУЧО после глагола. АНА ЛЮБИТ СИЛЬНО СВОЮ СЕСТРУ. И переходим к другим с вами наречиям. Это ПОКО, БАСТАНТЕ и ДЕМАСЯДО. ПОКО – МЕНЯЕТСЯ ПОРОДАН. ПОКО – ПОКА, ПОКОС – ПОКАС. Смотрим. ПОКО ДИНЕРО. ДИНЕРО, кстати, тоже в единственном числе. ПОКО ДИНЕРО – МАЛО ДЕНЕГ. ПОКО С ТОМАТЕС – МАЛО ЧЕГО. ПОМИДОРОВ – ПОКАС НОРАНХАС – МАЛО АПЕЛЬСИНОВ. БАСТАНТЕ – ДОСТАТОЧНО. Здесь настолько добавляется множественное число. БАСТАНТЕ ДИНЕРО – ДОСТАТОЧНО ДЕНЕГ. БАСТАНТЕС ТОМАТЕС – Достаточно помидоров. И БАСТАНТЕС НОРАНХАС – Достаточно много апельсинов. Видите, БАСТАНТЕС ТОМАТЕС и БАСТАНТЕС НОРАНХАС. Здесь у нас ничего не меняется в слове БАСТАНТЕС. Y demasiado, demasiado, demasiada, demasiados, demasiadas Меняется по рода Здесь у нас переводится это слово как Очень много, достаточно Demasiado dinero Demasiados tomates Y demasiados naranjas Очень много апельсинов Ну что, чикасы-чикас, молодцы, что досмотрели это видео до конца Мне очень приятно Поставьте, пожалуйста, лайк и напишите мне в комментариях Muchas gracias Мне будет очень приятно Я буду видеть, что мои видео уроки вам действительно помогают И обязательно после этого видео урока Перейдите к уроку Практика, практика muy y mucho И отработайте свои знания Ну а мы с вами увидимся muy pronto Un beso muy grande Adios